Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале и как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 13 июня. Начинаю я с напоминания, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов как прохождения службы, так и различных финансовых выплат для самих военнослужащих и членов их семей. Реквизиты для обращения в эту компанию вы найдете в описании к этому видео. Первая консультация бесплатна, вам расскажут как решить вашу проблему, а дальше вы определяетесь сами. Ну а мы начинаем оперативную обстановку и я хочу начать ее с трагического события, которое произошло вчера в результате ракетно-шахетного удара по нашей стране. Рашистская федерация совершила очередное военное преступление, не имеющее срока давности, а именно в городе Кривой Рог баллистическая ракета ударила по жилому сектору. До сих пор продолжались завалы, сегодня только к обеду закончили разбирать завалы спасатели. В результате этого удара на сегодняшний день погибшими числятся 9 человек. Более 32 человек получили ранения различной степени тяжести, из них 5 детей. И 13 из этих 32 человек находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы. Завтра в городе Кривой Рог объявлен день траура по погибшим в этой страшной трагедии. Рашистские средства массовой информации и Министерство обороны Рашистской Федерации никак не комментируют этот удар. Они сделали вид, что его просто не заметили. Но все равно довоздастся каждому за дела его. Ну а мы начинаем дальше оперативную обстановку. Слава богу, ночь прошла более-менее спокойно, без ракетных ударов и шахедных ударов. Ну, с исключением линии фронта. Там война не останавливается ни на час, ни на минуту. Итак, линия фронта. За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений. Есть рост боевой активности практически на всей линии фронта. В общей сложности за прошедшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам непосредственной близости от линии фронта 4 ракетных удара с применением 11 ракет. Также было нанесено 38 авиационных ударов и сброшено на наши позиции и прилегающую территорию 56 кабов. Вражеская артиллерия совершила более 3,5 тысяч обстрелов наших позиций и прилегающей территории. Из них 94 обстрела с применением реактивных систем залпового огня. Дальше пройдемся по оперативным направлениям. Мы начнем с Харьковского направления. Здесь за сутки прошло 5 боевых столкновений. Попытки врага приблизиться к нашим позициям в направлении населенного пункта Липцы, в самом Волчанске и в районе населенного пункта Тихого успеха не имели. Там наши войска настолько развили систему огневого поражения, что оно начинается еще на выдвижении, на этапе выдвижения расистских войск. Причем мы стараемся пресекать выдвижение расистских войск еще даже при выдвижении из глубины. Ну вот сейчас есть пример, как наша артиллерия уничтожила элитную группу спецназа расистского, который собирался выдвигаться к линии фронта для проведения разведно-диверсионной деятельности в глубине нашей обороны. В результате артиллерийского удара здание, в котором они находились, было полностью разрушено прямым попаданием артиллерийского снаряда. Плюс в Белгородской области, в приграничных районах наши войска нанесли довольно ощутимое поражение средством противовоздушной обороны. В частности, четыре установки С-300 были уничтожены и повреждены, и две радиолокационных станции с этих же дивизионов. Кстати, благодаря вот этим ударам в городе Харькове довольно сильно снизились ракетные удары со стороны Рашистской Федерации. Далее у нас идет Купенское направление. Здесь мы наблюдаем рост боевых боестолкновений. Они увеличились до 13 в течение суток. Окупанты проводили активные наступательные действия в районах Синьковки, Петропаловки, Новоосинового, Песчаново и Мясожаровки. Самые ожесточенные бои были в районе Петропаловки, Песчаново и Мясожаровки. Ну, в общем, ситуация контролируется нашими войсками. Силы обороны отбили все атаки противника. Враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Линия фронта на Купенском оперативном направлении остается без изменений. Лиманское направление. Здесь, ну, основу, враг 10 раз атаковал наши позиции. Тоже здесь наблюдаем рост боевой активности со стороны врага. В основном атаки проводились в районе Дружелюбовки, Тернов, Невского и Серебрянского леса. Из всех атак, произведенных или организованных вражескими войсками, ни одна не увенчалась успехом. Наши войска удержали все позиции, отбили все атаки войска. Врага и линия фронта на Лиманском направлении тоже остается без изменений. Далее резко возросла боевая активность на Сиверском направлении. И здесь обстановка стала еще более напряженной. Враг 14 раз штурмовал наши позиции на различных направлениях. Самые ожесточенные бои развивались в районе Спорного и Раздоловки. Там боевые столкновения продолжались до самой поздней ночи. К сожалению, в районе населенного пункта Выемки, при поддержке авиации и артиллерии, враг имел частичный успех и незначительно вклинился в нашу оборону. Нашим войскам пришлось оставить несколько позиций. Сейчас силами обороны Украины принимаются меры по недопущению дальнейшего продвижения оккупантов вглубь нашей территории и стабилизации линии фронта. В остальном, на Сиверском направлении, на остальных участках линия фронта не претерпела своих изменений. И больше потерь позиций нашими войсками не допущено. Краматорское направление. Тут 10 попыток рашистских войск было продвинуться в районе Часового Яра, Ивановского и Авдеевки. Южный фланг и центральный участок оперативного направления. Продолжаются попытки штурмовать Часов Яр в лоб, продолжаются попытки в районе Авдеевки, ну это рубеж Ивановска, Авдеевка и Клещевка, вот здесь продавить нашу оборону с целью выхода на трассу Бахмут-Покровск, чтобы зайти на Константиновку с южного направления. Но безуспешные попытки принимаются врагом. Ситуация находится полностью под контролем сил обороны Украины. Наши войска отбили все атаки в течение суток. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Линия фронта на Краматорском оперативном направлении остается без изменений. Далее самым горячим участком остается Покровское направление. Тут враг не оставляет попыток вклиниться в наши боевые порядки в районах населенных пунктов Калинова, Новоалександровка, Евгеневка, Новопокровская, Новоселовка, первая. Ситуация очень обостренная. Боестолкновения продолжаются. К сожалению, в районе Новоалександровки, Новопокровского и Карловки вражеские войска имели частичный успех. И нашим подразделениям пришлось оставить несколько позиций в районе этих населенных пунктов. Но здесь надо отметить, что на Покровском направлении практически здесь самое большое применение авиации. Самое большое количество применения КАБов. Тут самая большая плотность рашистских войск. На сегодняшний день практически на этом оперативном направлении сосредоточено до 8 полков, бригад. Они сейчас переходят в штатную структуру, меняют, поэтому у них что-то осталось. Бригады, что-то они считают полками. Так вот, здесь порядка 15-20 тысяч рашистских войск сосредоточено, которые пытаются прорвать нашу оборону с целью дальнейшего выхода на оперативный простор и продвижения в направлении Покровск. Мы максимально стараемся удерживать оборону. Да, иногда приходится поступаться территории для того, чтобы сохранить боеспособность войск и своевременно их отвести с позиций, которые уже практически разобраны в ноль и там нечего оборонять. Но при этом мы наносим максимальное поражение противнику как в технике и вооружении, так и в личном составе. Самое тяжелое оперативное направление. Сейчас также следующее направление Кураховское, оно также активизировалось. Практически большая часть линии фронта, Купинская, Лиманская, Северская, Краматорская, Покровская, Кураховская и Времевское направления, вот это большая часть оперативных направлений на линии фронта. На сегодня идут активные боевые действия со стороны вражеских оккупационных войск. Они пытаются прорвать нашу оборону. В принципе, как мы и говорили, что июнь будет очень тяжелым. Будет период, когда между поступлением основной массы техники и приформированием новых бригад для создания соответствующих резервов и тем, как начнет иссякать наступательный потенциал расширских оккупационных войск. Вот это как раз этот переходный период. Да, с одной стороны у нас появились боеприпасы, немного появилось сейчас. Нельзя сказать, что мы без лимит для нашей артиллерии. Он все равно пока что остается. Пакеты помощи объявляются каждый день от наших партнеров и продолжают заходить в Украину. Но вот это преобразование пакета помощи, когда пришла очередная партия бронетехники, ее передача, формирование подразделений, приемка ими техники, освоение этой техники, боевое слаживание и потом заход на линию фронта. Вот этот переходный период, он и является самым сложным. Россия пошла ва-банк фактически на сегодняшний день. Они давят изо всех сил. Кстати, даже не оглядываясь на то, что будет завтра. Чем завтра они будут обороняться, на сегодняшний день, я так понимаю, пока что в Генеральном штабе Рашистской Федерации, если и задавали такой вопрос, то только сами себе, тихо в кабинете, дабы не беспокоить такими вопросами Кремль и не раздражать его. Так вот, Кураховское направление, которое стало тоже очень активным, и здесь количество атак врага за прошедшие сутки увеличилось до 11. Рашистские захватчики пытались выяснить подразделения сил обороны с занимаемых позиций в районе Нитайлова, Красногоровки, Георгиевки и Просковеевки. К сожалению, опять же, при поддержке авиации и артиллерии, враг имел частичный успех в районе Невельского и Красногоровки. Наши войска немного отошли, оставили несколько позиций, и противник теперь пытается их там закрепиться на этих позициях. Также напряженная обстановка продолжает оставаться в районе Красногоровки. Несмотря на то, что мы принимаем активные меры для стабилизации ситуации на линии фронта и не допущению дальнейшего продвижения вражеских войск вглубь нашей обороны, все равно, тем не менее, противник не ослабевает свою наступательную активность в плане продавить нашу оборону. В Римевское оперативное направление. Здесь пять штурмовых действий было предпринято врагом в районе Водянова и Урожайного, а также Старомайорского. Ну, если в районе Урожайного и Водянова наши войска успешно справились с отбитием атак противника, враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи, то в районе Старомайорского, к сожалению, на его северо-западных окраинах враг имел частичный успех и продвинулся на несколько домов вперед. Именно домов, потому что в Старомайорском идут бои в самом населенном пункте. Ну, домами это, конечно, назвать сложно, потому что тактика выжженной земли рашистским командованием применяется повсеместно. Это единственная тактика, которая приносит хоть какой-то успех врагу, к сожалению, для нас. Но они рушат все, что есть. Любые строения стараются сносить в ноль для того, чтобы их не было возможности оборонять. А сами потом, когда пытаются закрепиться на этих же развалинах, они вплоть до того, что используют тела своих убитых военнослужащих для организации приукрытий от огня и стрелкового оружия с нашей стороны. Так что в районе Старомайорского враг имел частичный успех. А на остальной участках линии оперативного направления Времевского линия фронта осталась без изменений. И у нас остается Ореховское и Приднепровское направления. Тут ситуация, в принципе, осталась без существенных изменений. С начала суток прошедших враг пытался пять раз атаковать наши позиции в районе Малой Токмачки и в районе населенного пункта Крынки. И потери позиции и территории с нашей стороны не допущены. Противник, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Так что на Ореховском направлении линия фронта осталась без изменений. А на Приднепровском направлении наши плацдармы продолжают оборонительные бои на левом берегу Днепра. Продолжают пытаться наращивать свои боевые потенциалы и наносить врагу максимальный ущерб. Кстати, южнее, в дельте Днепра, уже в самом нижней ее части, враг пытался провести десантную операцию. В результате чего наши силы обороны уничтожили 11 катеров противника вместе с личным составом и вооружением, которое они с собой везли. И даже было отмечено спикером военно-морских сил Украины, было отмечено, что обычно 2-3 катера максимум в сутки отправляют расширские войска на острова в дельте Днепра для того, чтобы провести какую-то диверсионную операцию. В этот раз было 11 катеров, но наши силы обороны справились и потопили все 11 вместе с личным составом. Никто не выжил в этом боевом столкновении. Далее, на остальных оперативных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Подразделения по огневым задачам. Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия, силы обороны Украины поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и техники врага, 3 средства ПВО и 1 район огневых позиций артиллерии противника. За прошедшие сутки общей потери расширских оккупантов составили суммарно по всей линии фронта. В личном составе 980 оккупантов, в технике и вооружении в танках 17 единиц, в боевых бронированных машинах 21 единица, в артиллерийских системах 34 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 33 единицы, в средствах ПВО 2 единицы, в автомобильной технике 58 единиц и в специальной технике 4 единицы. Вот такие потери суммарно понес враг на линии фронта от Харькова до Олешек и в общем такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и два слова скажем о военно-политической обстановке, которая происходит как в нашей стране, так и вокруг нее. Сегодня проходит заседание в формате Рамштайн и Аргентина стала еще одним новым участником этого формата и Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов в своей приветственной речи сказал «Я рад приветствовать Аргентину как нового члена контактной группы». Ставки в этой войне высоки. Никто из нас не хочет жить в мире, где Путин преобладает. Поэтому у нас впереди много работы и я уверен, что эта коалиция продолжит отвечать на вызовы», сообщил глава Пентагона во время открытия 23-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины. Ну главные вопросы, которые решаются на этом заседании, это системы противовоздушной обороны и логистика. В рамках заседания подробно обсудили планирование оборонных потребностей Украины, уделив особое внимание процессу мобилизации и оснащению наших боевых бригад. То есть, ну то, что я и говорил, системы ПВО мы разберем еще сегодня, там уже больше даже, чем ранее говорилось, систем будет у нас и будет нам передаваться. И самое главное, это вот логистика, которая поступает. То, что я в оперативной обстановке говорю, что с одной стороны идет большое количество техники и вооружения, а с другой стороны надо эту технику и вооружение распределить и передать в боевые бригады. Для их либо во время их формирования, если мы формируем новые бригады, либо для доукомплектования тех бригад, которые выведены на перегруппировку и доукомплектование. То есть, главный вопрос сейчас это логистика, потому что пакеты военно-технической помощи, они сегодня, их много, и их надо освоить. Они заходят в Украину, их надо освоить. Поэтому на фронте образуется такой небольшой перекос в сторону врага, к сожалению, что у нас вроде как помощь идет, но она еще не дошла в том объеме, в котором нам необходимо, для того, чтобы мы это ощутили на фронте. А враг изо всех оставшихся сил пытается воспользоваться вот этим преимуществом, с целью продавить нашу оборону. Но даже при вот таких условиях, которые не в нашу пользу сегодня сложились на линии фронта, все равно мы обеспечиваем наибольшую стойкость обороны и минимальное продвижение врага вглубь нашей территории. Далее страны Большой Семерки. Сегодня, кстати, началось заседание G7. Там 15 гостей приглашенных на это заседание, в том числе и президент Украины тоже уже прибыл в Италию, и оно проходит в Италии, это заседание. И там страны Большой Семерки до начала саммита уже договорились о том, что Украина все-таки получит кредит в размере 50 миллиардов долларов за счет рашистских активов. Саммит страны решили, что выдадут нам 50 миллиардов, причем эти деньги будут получены до конца этого года. И, как и говорилось ранее, скорее всего, эти 50 миллиардов пойдут на обеспечение военно-технической помощи Украине на следующий год. Пообслуживаться и погашаться этот кредит будет исключительно за рашистские деньги, за вот эти. Суть предложения заключается в том, что 50 миллиардов Украина получит от союзников прямо сейчас. Ну, это прямо сейчас, это примерно к концу года. Вот так быстро работает вот эта бюрократическая машина на Западе. А погашать кредит будет процентами с замороженных рашистских золотовалютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Они хранятся в западных финансовых организациях и приносят по нескольку миллиардов в год в виде процентов. Так что проценты и тело кредита будут, ну, как мы и говорили, что Россия заплатит за все. И сегодня, вот как бы это ни звучало, особенно для рашистов больно, а для нас приятно в том плане, что мы сегодня начинаем на эти деньги покупать оружие и этим оружием громим врага на поле боя. То есть сегодня уже какой-то процент нашего вооружения и боеприпасов оплачивает Рашистская Федерация из вот этих вот резервов. Причем они будут заморожены, эти 300 миллиардов будут заморожены до тех пор, пока Рашистская Федерация не выплатит все до последней копейки тех ущерба, того ущерба, которое она наносит сегодня нам. Еврокомиссия объявила, что собирается повысить импортные пошлины на китайские электромобилии примерно до 30% с действующих сегодня 10%. США и Европы обвиняют Китай в том, что он за счет масштабной господдержки производит избыточное количество машин и пытается завалить ими мировой рынок под демпинговым ценам. Это в свою очередь угрожает уничтожить западный автопром, вынужденный обходиться без госсубсидий. Китай эти обвинения отвергает. Кстати, Китай уже отреагировал очень жестко, он пригрозил ответными пошлинами, хотя я очень сомневаюсь, какие же там товары из Европы могут поставляться в Китай, потому что разница в себестоимости производства просто колоссальная. Но тем не менее, Китай пригрозил пошлинами на европейские товары, которые заходят на его рынок, и начал антидемпинговое расследование в отношении США и Европы в плане попыток или в плане намерений ввести вот такую большую пошлину. В общем, я вам скажу, что это признаки торговой войны. То есть, противостояние между Китаем, Европой и Соединенными Штатами, оно продолжает нарастать, во всяком случае, в экономическом плане. Далее, вот по поводу средств ПВО, которые нам должны передать в ближайшее время, мы говорили с вами о трех системах. Это два Патриота, один из Германии, один из Соединенных Штатов, но он находится в Европе, но у армии Соединенных Штатов из числа войск НАТО. Один – Италия, это сам ПТИ, аналог Патриота. И четвертый, который я говорю, что есть инициатива некоторых стран европейских, собрать комплект небольшой в плане пусковой установки, командный пункт и радар, для того, чтобы передать Украине. Так вот, Нидерланды отправят Украине радар и три пусковые установки Патриот. Ну, еще бы сюда командный пункт, и фактически еще один комплекс Патриот у нас был, был бы полноценным. Хотя, я думаю, что, в принципе, командный пункт мы можем и сами сформировать, на базе командно-штабных машин, для того, чтобы создать еще один комплекс Патриота. Главное – пусковые, главное – ракеты к ним, и главное – радиолокационная станция, чтобы эти пусковые могли иметь, как говорится, глаза и уши. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Также, напомню, что батарея Патриота может включать в себя, ну, я уже рассказывал вам, до восьми пусковых установок, минимально две, максимально восемь, а также радар, командный центр, антенна-мачтовую машину и электрогенератор. Эта батарея может прикрыть один довольно крупный объект, но не сможет защитить несколько объектов. То есть, 100 километров радиус, да, понимаете, вот такая батарея в радиусе 100 километров может прикрыть объект. Естественно, крупный объект. Я думаю, что Нидерланды доведут до конца свое предложение или свою инициативу, найдется командный пункт, и мы получим еще один, третий комплекс Патриот в ближайшее время. Так что наращиваем мы нашу систему противовоздушной и противоракетной обороны. Это идет комплект ПАК-3, который имеет возможность борьбы с баллистическими целями. То, чего на сегодняшний день нет у Российской Федерации. Или есть, но очень в таком урезанном виде, я бы так сказал. Еще от наследия Советского Союза. Ну, вы знаете, да, вчера был, можно сказать, ну, в Российской Федерации пытались отметить День России, но Соединенные Штаты и их союзники устроили, я думаю, что черный день для Российской Федерации, объявив о масштабном пакете санкций. Самая там одна серьезная санкция, это то, что Российской Федерации запретили валютные операции их биржам. И, в первую очередь, Московскую биржу вычеркнули из списка, кто имеет право производить валютные операции с долларом и евро. То есть, там с другими валютами, пожалуйста, они могут делать все, что угодно. А вот доллар и евро торговать эта биржа уже не может. Так вот, там вошло около 300 предприятий, около 30 физических лиц попали под санкции. Очень много. Сегодня с утра в Российской Федерации огромные очереди на покупку валюты. Пока что курс держит, ну, уже 113, 110-113 рублей за доллар. Для того, чтобы купить, долларов на всех не хватает. Вчера, по информации некоторых источников, вчера было экстренное заседание Совета Безопасности Российской Федерации. И глава Центробанка пыталась подать в отставку. Ну, пока результатов нет. Принята, не принята ее отставка. Но она назвала, этот пакет санкций, она назвала катастрофой. Посмотрим, как это отразится на всех остальных. Но, дело в том, что пошла дальше цепная реакция. Великобритания вслед за Соединенными Штатами ввела санкции и тоже исключила московскую биржу из этого. А Лондон еще и расширил санкционный список российских физлиц. И компаний, внеся в него, включая и московскую биржу, и также санкт-петербургскую биржу и страховую компанию Ингострах. Национальный расчетный депозитарий включен в санкционный список и национальный клиринговый центр. Вот такие вошли организации. Всего реестр пополнился 42 позициями, среди них 35 компаний и 7 физических лиц. Вот так Великобритания поддержала Соединенные Штаты в плане санкционной политики против Российской Федерации. Кстати, там очень много в этом пакете, особенно в американском, очень много вторичных санкций. Там санкции коснулись даже фирм и партнеров Российской Федерации в Китае, в Турции, в Объединенных Арабских Эмиратах и в других странах. Везде, где у Российской Федерации есть партнеры, независимо там, это как госкомпании или юридические лица, где они, обходя санкции, закупали товары двойного назначения, особенно комплектующие для вооружения и техники своей. Вот они все попали в этот санкционный список, который огласил и Соединенные Штаты, а сегодня этот список поддержала еще и Великобритания. И расширила его. Далее на этом не заканчивается. Изоляция России идет полным ходом, причем изоляция в цивилизованном западном мире. Восемь стран Европейского Союза предлагают запретить расширским дипломатам выезжать за пределы стран, где они аккредитованы. То есть, если он аккредитован в Германии, значит, за границы, за пределы Германии он выезжать не может. Если он аккредитован в Польше, ну, Польша, кстати, давно это предлагала, еще месяц назад, значит, он за пределы Польши выезжать не может. А, в Польше там вообще их привязали, расширских дипломатов привязали к месту их работы. Где он работает, где находится консульство или посольство или представительство, только в этом городе он имеет право находиться. Переезжать из города в город в Польшу расистским дипломатам уже запрещено. Единственная персона, которая осталась со свободным перемещением по Польше, это посол расистской федерации в самой Польше. Но такое письмо в эти 8 стран направили Чехия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Румыния. Они такое письмо отправили главному европейскому дипломату Жозеппу Боррелю, чтобы он рассмотрел этот вопрос. Самое интересное, что все эти страны входят в шенгенскую зону. Помните, раньше мы когда ездили в Европу, до начала массированного вторжения расистских войск, мы получали шенгенскую визу и она позволяла перемещаться по всей территории шенгенской зоны. А теперь они хотят, вот эти 8 стран из числа шенгенской зоны, хотят застолбить расистских дипломатов, запретить им пересекать границу государств. Хотя она реально, она только обозначена линией на местности на сегодняшний день. И внутренние границы Европейского Союза и шенгенской зоны тем более не охраняются и не контролируются. Но вот такое решение принято, что запретить перемещение расистским дипломатам. Далее, Норвегия передаст Украине 81-мм минометные мины на сумму более чем 45 миллионов долларов из запаса норвежских вооруженных сил. Это 81-мм миномет, который у нас, это западный образец миномета, он идет на замену 82-мм миномета, который есть у нас на вооружении. Это наследие Советского Союза, то есть это образец миномета еще, который разработан в СССР. Так вот, мы переходим на 81. Также Норвегия инвестирует 135 миллионов, чтобы отправить в Украину 100 ракет Патриот вместе с Германией, Данией и Нидерландами. Об этом сообщают в норвежском правительстве. Также Норвегия уже отправила Украине ручные гранаты на сумму 4,7 миллионов долларов и снайперские боеприпасы на 283 тысячи долларов. То есть, то, что я и говорил, почему сегодняшний Рамштайн посвящен исключительно логистике, потому что представьте все вот эти объемы. Ну, тут называется сумма в долларах. Понятно, что нам никто не скажет, сколько это в штуках. Это покрыто тайной. Это секретная информация. Но, тем не менее, и вот, пожалуйста, следующий, сразу же, Великобритания на саммите G7 должна сегодня объявить о выделении 300 миллионов долларов в Украине. Саммит стартует в Италии. И премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о выделении, ну, это 242 миллиона фунтов или 310 миллионов долларов. Для неотложных гуманитарных, энергетических и стабилизационных потребностей нашей страны. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра. Вот такой вот шквал. И для того, чтобы это все упорядочить, для этого сегодня Рамштайн занимается исключительно вопросами логистики. Ну, и вопрос номер один, это закрытие неба Украины для рашистских шахетно-ракетных ударов, которые они периодически проводят по территории нашей страны. Ну, и несколько новостей из-за поребрика. Что же творится на болотах? А там Московская Мосбиржа объявила сегодня с утра о прекращении торгов долларом и евро из-за новых санкций Соединенных Штатов. Также под санкции, ну, я уже перечислял, попали соответствующие организации. И сегодня это вызвало обвал биржи. На 15% упали акции. И они продолжают падать. Не только Московской биржи, но и других рашистских компаний, которые на этих биржах торговались, проводили торги. В Рашистской Федерации Deutsche Welle проанализировала ситуацию. И один из политологов, публикуя свои исследования на страницах Deutsche Welle, пришел к выводу, что не национализация. Ну, Путин объявил, что будет проведена частичная национализация промышленности Рашистской Федерации. В связи с тем, что СВО, в связи с тем, что экономику надо, ну, продолжает вставать с колен Россия и прочее. В результате, фактически, это получилась не национализация, а приватизация. Причем в стиле 90-х. Ну, как Путин когда-то начинал в Санкт-Петербурге, так вот сегодня и продолжает только теперь в масштабах всей страны. Ну, например, после национализации Челябинского электрометаллургического комбината, генеральный директор этого комбината, тут же был задержан по подозрению в педофилии. Менеджеры алкогольного холдинга, производившего в Рашистской Федерации водку, кстати, нашего украинского бренда Хортица, оказались в психиатрической клинике, якобы внезапно и одновременно сойдя с ума. После чего активы предприятия были арестованы. Вот такая вот национализация. В связи с этим вспоминается, Deutsche Welle вспоминает дело Юкоса. 20 лет назад против руководителей нефтяной компании выдвигали обвинения одно нелепее другого. Ну и, соответственно, компания была арестована, счета и активы компании и была национализирована. Вот сейчас то же самое возвращается в экономическую сферу, в сферу собственности в Рашистской Федерации. То есть, фактически государство, если тогда это были отдельные организованные преступные группы, вот типа такой, как возглавлял Путин в Санкт-Петербурге, да, когда они там отжимали припортовый завод и другие там предприятия. С чего это все начиналось. Но он не один там такой был, просто он потом стал, сел в кресло президента России, поэтому как бы его биография, она рассматривается шире и ярче всех. Но были и другие организованные преступные группировки, которые отжимали бизнес путем устранения конкурентов, физического устранения конкурентов и силового отжима предприятий. Так вот сейчас и такой приватизацией занимается сам Кремль. Используя уже государственную машину Рашистской Федерации в полную мощь, со всеми силовыми структурами для вот такой лихой приватизации а-ля 90-е. Ну и еще одна новость. Вот наверное можно ее объявить вишенкой на торте сегодняшнего выпуска. Зэки закончились в Рашистской Федерации, колонии закрывают. На России планируют закрыть не менее 57 колоний. Все потому, что помещение тюрем пустует. Первоначально в Кремле объясняли это декриминализацией некоторых статей Уголовного кодекса, сообщает Центр национального сопротивления. На самом деле главная причина уменьшения количества зэков в том, что их массово отправляют на войну в Украину. И они здесь соответственно гибнут. Только по некоторым данным, только один Пригожин выгреб из тюрем, из мест лишения свободы в Рашистской Федерации порядка 50 тысяч человек. Было 20 из них, ну там чуть меньше 17 из них погибло, считается погибшими. Сколько раненых там еще больше. Мы же знаем, в соотношении где-то один к двум, один к трём на одного убитого приходится 2-3 раненых. В среднем статистика войны обычно нам говорит, диктует нам такие цифры. Так вот, только Пригожин выгреб тогда порядка 50 тысяч. 17 из которых он положил в Бахмуте. Это именно те убитые. Ну и на сегодняшний день получается, кстати у них и с вербовкой заключенных тоже начались проблемы. Это с другой стороны подтверждает вот эту новость о том, что колонии пустуют и их закрывают. У них закончились мужчины заключенные, началась вербовка среди женщин заключенных. Им предлагают в основном специальности операторов дронов, снайперов, ну и даже предлагают, для некоторых предлагают и должности штурмовиков в пехотных подразделениях. Ну что ж, вот такой сегодня обзор получился за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал, те кто еще не подписан. А те, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть большее количество людей. Также напоминаю, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для предоставления юридической помощи в решении проблемных вопросов прохождения службы и выплаты военнослужащим и членам их семей. Первая консультация бесплатна. Реквизиты для обращения в эту компанию вы найдете в описании к этому видео. От себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!